Но мы же не позаботим, где мы жить не будем, у фронтовых изъезженных дорог, а путь дорожка фронтовая, не страшна подвешка львая, а подбирать нам ротового, а если у нас еще дома дела... В пансионате для ветеранов труда не совсем обычное чаепитие. За одним столом с ними заместитель главы администрации по социальным вопросам Ирина Пыжова и член общественной палаты Самарской области Галина Гусарова. Председатель комиссии общественного контроля приехала посмотреть, в каких условиях живут ветераны и узнать, все ли их устраивает. Посещение дома ветеранов Галина Гусарова не планировала. В программе визита в наш город это экспромт. Мне хотелось увидеть вот так, как без подготовки. И мне очень было приятно, когда я увидела чистоту, почти идеальную. Даже в тех местах, где лежачие больные не встают. Без предупреждения Галина Гусарова посетила и Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних и женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Жемчужина». Работа учреждения не вызвала нареканий. Контролировать, как в городе обстоят дела в этих и других сферах, например, благоустройстве, ремонте городской инфраструктуры, мониторить существующие проблемы, отслеживать исполнение законодательства и расходование бюджетных денег, в перспективе будет общественный совет. Он должен быть создан в городе в соответствии с законом. Обсуждение этой темы с главой Сызранской мэрии Николаем Лядиным и председателем Думы Сергеем Ананьевым и стало главной целью визита Галины Гусаровой в Сызрань. На встречу она привела пример ситуации по области, которая как раз станет предметом изучения для общественников. Вот условно, есть указы президента с 2012 года. Один из них очень важный – это земля для многодетных семей. Пока он выполняется неудовлетворительно, мягко говоря. И мы где-то в мае месяце будем проводить заседание комиссии, предварительно отмониторировав все вопросы по земле. По словам Галины Гусаровой, этот общественный совет – не дублирование общественных советов, которые действуют в микрорайонах и при городской думе. Создаваемый орган будет, образно говоря, глазами и ушами комиссии общественного контроля общественной палаты Самарской области. Вот с учетом этого закона мы дополнительно, безусловно, в общественный совет добавим функционалы. И, в общем-то, вместе с администрацией будем решать все задачи, которые поставлены президентом, губернатором на благо жителей родного города. Приблизительно к концу мая муниципалитету предстоит определиться, кто возглавит общественный совет. Глава администрации Николай Лядин считает, что появление подобного вида контроля органов местного самоуправления очень своевременно. Эта работа будет большой помощью для, естественно, главы администрации. И я считаю, значит, конечно, надо подобрать профессионалов в этот общественный совет. Дальше обязательно они должны пользоваться авторитетом в обществе и, естественно, с профессиональными знаниями во всех, так сказать, направлениях. Марина Дмитриева, Дмитрий Медведев, Сергей Инкин. Вести детально.